В Тюменской области не хватает участковых. На одного специалиста приходится по 3,5 тысячи человек. Это официально зарегистрированных мигранты, квартиранты не считаются. Могут ли тюменцы при таких условиях чувствовать себя в безопасности и как проблему кадров намерены решать руководство УМВД? Об этом не только. Поговорим сегодня. Это программа «Задел». Я, Игуль Архматулина. Здравствуйте. В нашей студии ветеран МВД Сергей Молин, начальник управления организацией деятельности участковых, уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних МВД России по Тюменской области Александр Приходько, заслуженный юрист, почетный работник прокуратуры России, советник ректора Тюмгу Ольга Загвезинская, наш постоянный эксперт программы, член общественного совета при МВД России по городу Тюмени Ярослав Ильин. Ярослав, Ольга Анатольевна, вы пришли не с пустыми руками сегодня. Да, Игуль, все верно. Вот сейчас телезрители видят сову. Это символ открытой школы права, но символ действительно непростой. Эту сову нам привезла в подарок Ольга Владимировна Ройтблат. И подарок она получила из рук президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, как человек, очень много сделавший для страны в вопросах образования. Но образование у нас символизируется с мудростью и с собой, поэтому вот такой наш символ сегодня будет передача. Ну и надо сказать, что этот символ, в общем-то, может символизировать и говорить о том, что в вашей школе права уже три года исполнилось. В нашей школе права три года и лучшие педагогические практики отмечались такой совой из рук президента Владимира Владимировича Путина. Мы тоже стараемся и продолжаем вот эти лучшие педагогические практики по правовому посвящению. В прошлом году Ассоциация юристов России отметила Тюменский проект «Открытая школа права» и включила его в список лучших региональных практик. Вот давайте ближе к этому проекту перейдем. Сан Саныч, вот как раз-таки на последней встрече «Открытая школа права» вы сказали, что полиции требуются специалисты высокого класса, поскольку участковый должен быть и юридически грамотным, и психологически устойчивым, и не быть безразличным чужим проблемам не только по долгу службы. Вопрос. Где взять этих специалистов? Вопрос хороший. Что касается кадрового обеспечения службы участковых уполномоченных, на сегодня у нас предъявляется требование обязательное, что участковый уполномоченный в обязательном порядке должен обладать высшим юридическим образованием. С чем это связано? В большей степени это связано с тем, что принимается большое количество решений участковыми уполномоченными именно по материалам и обращениям граждан. Вот хочу сказать, что у нас с каждым годом количество рассмотренных обращений и заявлений граждан растет. Если в 2010 году, вот я анализ веду, каждый год сколько было, обращения было рассмотрено 134,5 тысячи, то по итогам 2015 года уже было 160 тысяч обращений. А почему ты говоришь? О том, что участковые лучше стали работать, эффективнее работать? Ну, я бы сказал, да. То есть, во-первых, это и эффективность работы самих участковых, во-вторых, это и доверие населения, потому что если человеку не доверять, сотрудникам, то, естественно, граждане обращаться не будут. По нормативам положено около трех тысяч граждан, проживающих в городском округе, то в сельской местности... Три с половиной четыре. Три с половиной четыре. Да, три с половиной четыре. Но есть нормативы, которые отреждены, но то, что мы имеем по факту на сегодняшний день, значит, что нагрузка, соответственно, она разная. Слушайте, Сан Саныч, ну вот знаете, как бы с одной стороны, посмотришь на ситуацию, она как бы комиченная. Да, мне было бы так смешно, если бы не было так грустно, потому что мы же все прекрасно понимаем, три с половиной четыре тысячи человек одному участкового охватить невозможно. То есть, получается, кто-то недополучает, что ли, внимание участковых? Ну, сказать, что недополучает внимание, наверное, не совсем правильно. Все-таки есть, наверное, места, в которые необходимо уделять внимание. Есть и места, которые у нас все-таки благополучные, где, если участкового в процессе осуществления своей деятельности, обходя административный участок, зная, что там благополучный у нас участок, благополучный дом, либо какие-то квартиры, может быть, там и нет острой необходимости посещать его довольно часто. а лучше больше внимания уделять тем проблемным местам, которые существуют. Неблагополучные семьи, лица, которые склонны к совершению административных правонарушений, преступлений, места возможных концентрации тех лиц, которые у нас склонны к нарушению общественного порядка. То есть там необходимо больше внимания уделять. Поэтому, когда говорят, что я не видел возможно своего участкового, может быть, это и хорошо. Значит, там все хорошо. Ну вот мы еще поговорим об этом. Это спорный вопрос. Мы как раз этого вопроса коснулись на школе. И все-таки, как бы мы здесь ни говорили, ни считали, что это хорошо, население, журналисты, присутствующие на нашей школе, многие говорили о том, что они не знают своего участкового. Но при этом им не обязательно знакомиться с участковым. Им хотелось хотя бы на доске объявлений, в многоквартирном доме увидеть информацию, а еще лучше фотографию своего участкового. Хотя бы знать. Хотя бы знать его как-то в лицо. И мы обсуждали такой вопрос. Вот Александр Александрович не даст соврать. Предложение было Сергею Васильевичу Миневцеву, полномоченного по правам человека. Он говорил о том, что давайте подумаем, ведь нам приходит самая разная спам-рассылка на телефоны. А может быть, мы координаты участкового на телефон направим? И мы этот вопрос уже за пределами большого урока обсуждали. Как же лучше это сделать? У нас в Тюменской области, кстати, очень неплохо. У нас ведь на сайте УМВД есть специальная страница, где можно посмотреть, кто участковый, на каком участке. Единственное, эту страницу надо актуализировать. Она все время должна быть в самом таком оперативном состоянии находиться. На пульсе, да? На пульсе, да. Значит, что хочу сразу запомнить. И может быть, вот и разослать как раз ссылочку на эту страницу на телефоны? Мы уже просто проработали как бы в перспективе, что мы дадим. Вот видите, как оперативно. Да. Значит, то, что касается вот именно как найти своего участкового, существует у нас на сайте МВД России, на сайте субъекта Федерации, имеется ссылка. Как найти своего участкового? Вводите свой адрес, где вы проживаете, выходит информация с фотографии участкового полномочного, территорию его обслуживания, какие дома он обслуживает, по какой улице. Нет, Сан Саныч, тут не поспоришь, это, конечно, удобно. И фотография. Но давайте ближе к жизни, ведь все-таки у нас есть бабушки и дедушки. Но вот согласитесь, было бы намного удобнее, ты вышел из подъезда, смотришь, я ваш участковый, видно фотографии, фамилии, имя и адрес. То, что касается вот этих вопросов, которые непосредственно доведены до населения. У нас есть и предусмотрены. Есть памятки, есть визитные карточки участкового, когда он расходит. Мы их делаем вместе с буклетами, которые по профилактике совершения тех или иных преступлений, особенно в последнее время у нас участились факты мошенничества, поэтому нами были разработаны именно такие памятки с обратной стороны, на которые участковый записывал свои конкретные данные, вручал по месту жительства граждан, где он проходил по адресам, представляя, что он участковый, значит, ислял свои координаты. Кроме того, мы проводили на протяжении, наверное, трех лет, вот в этом году мы не делали, акция была, «Здравствуйте, я ваш участковый, участковый в каждый дом». Когда у нас участковый на своем административном участке, значит, максимально пытались охватить всю свою территорию обслуживания, входили в квартиры, узнавали проблему граждан, которые есть, об этом мы обобщали результаты по каждому конкретному участковому, сколько он прошел квартир, все ли он прошел квартиры. Итак, способы, которыми можно охватить население, были? Да. И применялись, и применяются. И применяются. Я предлагаю проверить результат вашей работы в каком-то смысле. Знают ли тюменцы, где находятся участковые пункты полиции и самих участковых? Вот об этом спросил тюменцев корреспондент программы «За дело». Давайте посмотрим, потом обсудим. Начнем у участкового пункта полиции номер 26, отдела полиции номер 4. Не знаю. Просто не приходилось обращаться. В лицо – да. А фамилию его, имя, отчество? Забыла. Ну, я знаю, где мой участковый пункт. Нет. Почему? Наверное, не осведомили. А кто должен об этом говорить? Ну, я не знаю. У них же есть всякие обходы, то есть рейды. Должны совершаться. Не, ну, поэтому, наверное. До вас не дошли? Я считаю, да. Да, знаю. А участкового своего улицу знаете? Никогда не видел. Ну, вот в этом доме получается. Правильно. Да. А как зовут вашего участкового, знаете? Нет. В лицо тоже его не знаете? Ну, в лицо знаю. Ну, заходил как-то, получается, обход был. Понятия не имею, не обращалась. А хотя бы знаете, где находится участковый пункт полиции? Мы находимся у участкового пункта номер 3 по адресу 30 лет Победы. Отойдя 100 метров к соседний двор, спросим у тюменцев, знают ли, где находится ближайший пункт полиции. И знают ли тюменцы, как выглядит их участковый в лицо. Вот справа, буквально. Так, ладно, его мы нашли. Вы знаете, как выглядит ваш участковый? Да. А по имени его знаете? Нет. Почему? Ну, не задумывался, не попадал к нему, зачем мне. А вы знаете, где он? Конечно, знаю. А участкового своего в лицо знаете? А он у нас новенький. Нет, еще не знакомый. Нет. В другом месте жил, когда знал. Здесь нет. Просто так он обходил квартиры. Ну, там, где раньше жил. Здесь как-то такого не наблюдал. Да, я бывал, я часто, часто, ну, не часто, нет, как сказать, с вахты приезжаю, я встречаюсь, и иногда бывают бытовые проблемы, и мы решаем эти проблемы. Ну, в этом здании. А вы знаете своего участкового в лицо? Нет. А почему? Слава Богу, не приходилось. Еще один объект нашего исследования – участковый пункт номер 32 по адресу проезд геологоразведчиков 6. Так, в лицо видела, но сейчас не скажу имя. Участковый, за домом. А своего участкового в лицо знаете? Знаю, Олег. Анар зовут? Видела, но как звать, не знаю. Ну, в лицо знаете? Да, знаю. За домом, буквально, вот возле этого ресторана китайского, прямо со соседней двери. А вы знаете своего участкового в лицо? В лицо знаю, имени не знаю. Смотрите, в общем-то, хорошо, в лицо знает. Но вот как Игорь, корреспондент, отметил, что никто имени и фамилии из всех опрошенных не назвал. Сергей Романович, а вы своего участкового знаете? Значит, я участкового городского не знаю. Но я хочу вам рассказать, когда я работал участковым инспектором. Да, вы начинали свою карьеру с участкового, надо сказать. Да, я начинал с участковым инспектором. Меня знали все. Почему люди не знают участковых все-таки? Потому что текучка большая кадров. Потому что участковый, который сегодня, либо он заинтересован, и он работает, да, он себя видит в этой специальности, либо это случайный человек, так же, как и в медицине. Он пришел на теплое какое-то место, посидеть, тут переждать, тут нагрузка меньше. В силу ряда причин. Ой, я бы не говорила, что работать в участковом теплое место. Собственно, мы услышали вот ключевые слова «любить людей», да? Вот это та профессия, где надо любить не только профессию, но действительно любить людей. И все зависит от конкретного человека. Конкретного человека. Мы на школе услышали еще одну очень интересную мысль, и постараемся, и сегодня уже это делаем, популяризировать профессию простого, обычного участкового, уполномоченного. Потому что это действительно тот человек, кто первым от имени государства приходит в любой беде на помощь. Ну да, глаза и уши народные. Но мы задавали вот в техинтервью, да, ваша съемочная группа задавала очень простой вопрос. Знаете ли имя, знаете ли где, знаете ли кто, но мы с вами не задали даже вопрос о полномочиях, а это ведь тоже очень важно. Вот эти полномочия, это должны знать. И когда вы сейчас спрашиваете, а почему вроде бы 3,5 тысячи, 5 тысяч, а человек не справляется, во-первых, стало очень много бумажной работы, во-вторых, 2015-й даже год, не говорю уже про 16-й, который идет, и 14-й, огромное количество новых нормативных документов, которые юристы с высшим образованием, с большим стажем не могут осилить и охватить. А что говорить о наших, чаще всего, молодых ребятах, для которых это может быть почти первое место службы, им очень сложно сориентироваться. Может быть, надо продумать дополнительные обучения, может, дополнительные какие-то школы для участковых надо открыть. Ну, что касается вот именно образования, которое у нас идет дополнительно, оно у нас существует, проводится на базе нашего Тюменского юридического института, бывшего, теперь Тюменского института повышения квалификации МВД. У нас конкретно имеется, значит, кафедра, которая занимается именно подготовкой участковых и полномочных полиции, проводит дистанционное обучение и в системе МВД Российской Федерации, когда приглашаются участковые, мы их направляем там группами по 20-30 человек, это на системной основе у нас есть. Очень большое количество действительно молодых специалистов, как уже Ольга Анатольевна сказала, что большой объем у нас идет и изменение законодательства, которое необходимо отрабатывать, его применять, и применять его нужно правильно, чтобы не было юридических последствий. Мы решили взять на вооружение, с одной стороны, старый опыт, может быть, где-то советский, с другой стороны, опыт уже открытой школы права, потому что мы тоже ездили, к населению выходили, предложили на школе о том, что мы вернемся к практике мобильной школы права, приедем во дворы, я думаю, нас поддержат и сотрудники полиции, и ТСЖ уведомимы, управляющие компании. Мы приедем, спланируем летом, в теплый вечер, в один из таких больших дворов, знаете, где несколько многоэтажных домов. Приедем и посмотрим, какие вопросы задают люди, приедем командой с профессионалами, с педагогами, с психологами, чтобы участковый не боялся выйти и показаться населению. И сделаем такой срез, тогда будет более понятно, что сегодня не хватает тюменцам. Ну а потом есть ведь вот такая магия, с одной стороны, участковый боится сделать шаг навстречу населению, и это понятно, будет очень много вопросов, вопросов сложных, но с другой стороны, когда этот шаг будет сделан, тогда меньше будет потом вопросов для участкового, меньше, потому что порядок постепенно на его участке будет нарастать. Здесь я хочу сказать то, что от Ольги Анатольевны, что по поводу выхода к населению. У нас предусмотрены нормативными документами отчет участкового перед населением, соответствующая периодичностью. Информация о начале отчета и дате проведения, она вся размещается как на сайте, так и в администрациях, о том, что будет проводиться. Дается объявление. Но вот хочу сказать, что разница, опять же, от места проведения. Либо это сельская территория, либо городская. На селе люди идут, в городе идут неохотно. У нас зачастую бывает, приходит, когда идет отчет перед населением, где участковый рассказывает об оперативной обстановке на территории обслуживания. Готов ответить на все вопросы, которые возникают у населения. То есть, когда у кого-то нет возможности прийти именно в часы приема граждан. То в городском у нас секторе получается сложнее. Бывает, на отчет перед населением может прийти один-два человека. Либо вообще никто не приходит, кроме тех организаторов, в которых есть управляющие компании. То есть, со стороны жителей тоже должна быть некая заинтересованность? Я думаю, если заинтересованные граждане в чем-то, хотя бы просто послушать о том, что происходит у них, творится. Как сказал Сергей Романович, в основном законопослушные граждане, которые рано встают и ходят на работу и приходят поздно вечером домой. То, что происходит у них, вот именно там, где они проживают, они не знают. Мы уже сказали о том, что нагрузка очень большая, кадров не хватает. Вот если сейчас, как мы говорим, 3,5-4 тысячи жителей на одного участкового. В среднем. В среднем. Да, где-то и 6, и 8 есть. По вашим данным, вот исходя из вашей специфики работы, какое должно быть это соотношение, чтобы и участковый максимально был задействован и видел всех, как говорится, держал под колпаком, ну и чтобы жители тоже чувствовали себя в безопасности? Знаете, Игорь, вот хочу сказать так, чтобы как-то на цифру сколько, вот смотрите, у нас многоэтажный дом, 20 этажей. Число проживающих жителей в многоэтажке, если посчитать, можно соответствовать так. Я сел во дворе вокруг 4 больших высотных домов, у меня вот административный участок. В другом случае, это частный сектор, который разбросан на длительное расстояние, либо это отдаленный населенный пункт, где количество проживающих граждан 100 дворов. Как определить, где будет больше, где меньше? Поэтому здесь, наверное, специфики каждой определенной территории нужно все-таки рассчитывать и смотреть. Где-то ведь у нас компактное проживание, где-то нет. То есть такую точную цифру вывести фактически невозможно, правильно понимаю? По сути, да. То есть в каждой конкретной территории должна быть конкретная привязка. Говорить о том, что у нас нормативная численность, сейчас получается, жители где-то 3000 человек, расчетная численность, которая идет, 3000 человек, но это опять же зависит от многих факторов и условий. Насколько так, как я уже пример привел, вот это может быть два больших дома, в котором проживает и больше людей. Ну или большая территория. Одна из функций участкового – это надзор за спецконтингентом. Это за подучетными лицами, которые поставляют нас интерес. Вот тут посмотрите, да, у нас был опрос о спецконтингенции в участковом. Знает. Показатель работы. Ну, еще бы хотелось сказать о том, что сегодня ведь участковый работает не только ногами, но, наверное, где-то и головой, умением. Он может и в социальных сетях изучать свой контингент. Изучают. На страницах ВКонтакте и так далее. И поэтому на это тоже надо время. И, может быть, где-то и не видит участкового, потому что он изучает тех, кто живет рядом с ним, на его участке. Еще один важный момент мы подняли на Школе права – это помощники участкового, о которых сегодня говорили. И в том числе здесь инициатива была и университетского сообщества, кстати, будет проведен. Создать студенческие дружины, правильно понимаю? Да. Сейчас есть что-то похожее в одном из университетов Тюменской области, но на Совете ректоров будет обсуждаться, как эту работу усилить, расширить, да, и чтобы студенческие, добровольные, народные дружины стали заметны в городе. Не где-то ходили. У нас сейчас есть дружины, да. Но к ним есть и вопросы. Я их практически не вижу. А к студенческим дружинам вопросов не будет, Ярослава? Ну, вопросы будут, но сейчас какая проблема, что в тех дружинах, которые есть, участвуют в основном люди, пенсионеры. Это звучало. Роли молодежи нет никакой. Я вот думаю, что еще, вот мы как-то в нашем обществе всегда некоторые простые вопросы, но решаем очень сложно. Вот я никак не понимаю требования, которые предъявляют сейчас. Участковый должен быть обязательно с высшим юридическим образованием. Вот я, насколько знаю за свою практику, значит, в свое время принимал, я принимал одного паренька. Он работал преподавателем, значит, преподавал экономику в сельхозинституте. Потом стал прекрасным работником БХСС, оперативником, закончил, получил юридическое образование. Но самое главное, парень-то желал работать, и с первых дней, как экономист, он в БХСС был просто незаменимый человек. Он мог работать со статистикой, он мог работать, значит, с учетными документами, с любыми документами, как специалист он мог работать. Он прекрасный специалист, причем он в короткое время стал хорошим специалистом. Даже те, кто имел высшее образование юридическое, приходили к парню и консультировались у него. Столько сегодня статей новых, даже в Уголовном кодексе, которые не юристу, простите меня, очень трудно будет понять. Я хочу спросить как-нибудь народного участкового, который победитель конкурсов, вы знаете, какой ответ? Как ты стал участком? Меня завербовали. То есть сотрудники полиции вышли, определили, нашли такого человека, нашли, неважно, юрист, экономист. Как сейчас органы госбезопасности делают, как разведка делают. Это, наверное, единственный орган, где осталось. Ну вот смотрите, Вячеслав, смотрите, ваше предложение создавать студенческие дружины. Каким образом можно студента заинтересовать, чтобы он в эти дружины вступал? Какой интерес? Ну, во-первых, интерес в том, чтобы получить практические навыки. Когда имеется теория у студента, он имеет теоретические знания, как их правильно применить на практике. То есть он реально уже видит картину. То, что он знает. Он же ведь работает непосредственно с сотрудником органов внутреннего, с участковым, полномоченным. Предлагается им практику пройти, да, как вариант. И человек должен быть заинтересован, не должен быть равнодушным. Но вот смотрите, бойцы, скажем так, отрядов не смогут самостоятельно раскрывать преступления, задерживать и доставлять подозреваемых. Права не наделены. Нет, конечно, нет. Задачи, конечно, нет. Ну, а патрулировать-то улицы могут? Значит, то, что касается вот именно... Что вот в их полномочия может входить? Вот что они могут? Они, в их полномочия входит, это обеспечение охраны общественного порядка, это пресечение административных правов, совместно с сотрудниками органов внутренних дел. Только. Только совместно. У нас в соответствии с федеральным законом 44-м, который существует об участии граждан в охране общественного порядка, существуют форумы. Добровольные народные дружины, значит, внештатные сотрудники органов внутренних дел, полиции, значит, это казачьи отряды и создание иных отрядов правоохранительной направленности. То, о чем мы говорим. Студенческий отряд правоохранительной направленности, которые создаются, есть формы создания, по месту жительства по территориальности, либо... Вот объясните, да, в чем разница, в чем новизна, собственно, студенческих отрядов от дружины? ДНД создается по территориальному признаку. У меня есть двор, тос, как у нас сейчас по городу создается, либо сельское поселение. Мы работаем в рамках сельского поселения. То есть привязаны к участку. Говорить о студенческих отрядах промахительной правности. У нас находится административное здание вуза в одной части города, на одном участке. Студенческие общежития, студгородок находятся в другой части, то есть разбросают по городу. Они могут работать в рамках своего учебного заведения, то есть на разных территориях. Они не привязаны к территории, они привязаны к своему образовательному учреждению. Это проведение даже их мероприятий, которые они проводят в своих спортивных, массовых, либо иных, для оказания просто элементарного порядка поправить людей, подсказать, что тут ходить нельзя небезопасно. Не все же связано с нарушениями именно законодательства. Смысл какой? Так же, как появление сотрудника полиции с погонами. Некомфортная среда для правонарушителей. Вот сидят во дворе, правильно отмечено было, распивают спиртные напитки, никто к ним не подходит, не интересуется. А представьте, каждый день начнут приходить, появляться. Значит, они должны как-то отличаться. Что их должно отличаться? Наркозакладки. Наркозакладки, сколько мы их раз видели. Спокойно делают, вот буквально в центре города перерыли все, вырыли дерево, понимаете, практически. И только с третьего раза я их спугнул, спросил, ребят, вы, наверное, ключи от камеры потеряли где-то в СИЗО, я вам помогу их найти. И они задумались и сразу же ретировались, понимаете? По эффективности отрядов, хочу сказать, они существовали еще и в советское время, существовали оперативные комсомольские отряды дружинников, я был в таком отряде, доводилось мне там быть, и мы эффективно работали. Эффективные отряды? Эффективно, мы принимали участие в проведении дискотек в то время. А вот, как Ярослав говорит, то, что должны предотвращать, но должны предотвращать, ну, от самого появления, профилактировать, а тогда они должны как-то отличаться, а как отличаться, что это будет? Отличительные черты могут быть все, что угодно. Это и повязки, это могут быть и жилеты, это могут быть бейджи, все, что угодно. То есть, как это сам для себя отряд, что он решит? То есть, как он должен отличаться? Отличительный признак есть, что он действительно не просто идет гражданин без опознавательных знаков, что это действительно сотрудники, то есть, члены отряда правоохранительной направленности студентов. И они ведь представляются, сначала сотрудник полиции представится, а потом кто с ним представляет, что представители там добровольной народной дружины, например. Идея классная, давайте от слова к делу. Закон, кстати, достаточно много требований предъявляет к ним, и здесь можно уже дальше подумать. Целый закон федеральный. Да, общественное начало и активность, это здорово, но здесь можно подумать вопросы и примирования, вопросы защиты магистрских и прочих диссертаций у ребят на вот этом опыте. То есть, можно очень много интересного придумать было бы желание. И вот мне кажется, что мы такую вот ниточку, такую связь установили. Обучаясь на судебно-прокурорском факультете, тогда еще в Свердловске, первая практика для будущих прокуроров была как раз в органах милиции в то время. И вот для меня образ участкового, а практика была именно у старшего участкового, это высокие, красивые, спортивного телосложения, не буду сейчас называть фамилию, прошли уже годы, человек, который отвечал за все. Но он был очень уверен в себе, он очень много знал, и он много интересного дал мне в то время, только начинающий еще свой путь в правоохране. Вот мне кажется, что такой участковый должен быть уверенный, идущий к людям, не боящийся трудных вопросов и разрешающий эти трудные вопросы. Я думаю, что если участковый будет стоять плечом к плечу с гражданами, то он будет, безусловно, ими любим и заслужит почетное звание народной участковой. Спасибо. Нам интересно знать мнение наших телезрителей, поэтому приглашаем вас присоединиться к беседе. Найти нас можно на сайте Одноклассники. Группа называется «За дело на сегодня все». Я Игуль Рахматулина. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok